Привет всем на канале Parfum King. Ну что, давайте сделаем обзор на ветивер Pumple Mousse от Zara. Надеюсь, оно сфокусировалось. Я делал видео, распаковывал, там было 4 аромата, по-моему, раз, два, три, четыре, да. И этот получился самый интересный. Он сделан в кооперации с Джо Мэллоуном. Я его купил тогда за 15 копейками евро, если сказать, из всех тех 4, которые я в тот день распаковывал, этот оказался самый невероятный. У меня были легкие подозрения на то, что этот аромат еще и мужской. Но это не так. Он вообще не мужской, поэтому давайте сделаем такой легкий обзор, потому что я так думаю, что, скорее всего, это топ подарок, который можно покупать вслепую любой женщины, любого возраста, любого цвета волос, любой высоты, короче говоря, любой комплекции. Реально, это супер универсальный подарок на лето и начало осени. Зимой, наверное, там уже чао бомби, но оно летом, особенно сейчас еще август, потом начало будет сентября. В принципе, классно носить в супер жару, да и вообще в теплые дни. В принципе, от 20 до 30, 40, там, от 20 до 40 градусов это его диапазон. Ну, давайте просто посмотрим на бутылочку, она такая очень минималистичная, вот так она выглядит вот здесь, вот так она выглядит вот здесь, обыкновенная крышечка. Сделана в кооперации с Джо Малоном, хотел показать... У меня есть флакон Джо Малона в миниатюре, они чем-то с типовой... А, покажу, почему нет. Да вы, наверное, и сами знаете, как выглядит Джо Малон, что он мне вам рассказывает. Вот такой, например, Джо Малон бывает, это миниатюра, это супер миниатюра. Ну, а что-то есть, нет? Что-то как-то пересекается. Короче говоря, вот такой вот вам плахон я показал. Пампл Мосс, это Грейпфрут на французском. И ветивер все-таки здесь на втором плане. Стоимость того флакона 15 евро, и, в принципе, не надо ожидать что-то нереального абсолютно. Вы сейчас пшикаете этим ароматом, пшикаете ароматом, открывается, так сказать, аромат. И, в принципе, плюс-минус, все время и будет вот это вот, вот это вот первое. То, что вы слышите, практически все время так оно и будет. Не будет аромат там сильно меняться или как-то так. Но здесь на первом месте написан ветивер. Но когда вы пшикаете, все равно выходит сначала грейпфрут. И грейпфрут, он такой не спецовый, я бы не назвал его спецовым. Я бы его назвал свежий грейпфрут, не режущий летний. Летний. Он даже мне напоминает как-то грейпфрут, смешанный с, не знаю, мандарином. Но нельзя, наверное, так говорить. Короче говоря, это грейпфрут, но не резкий грейпфрут, а такой свежий грейпфрут. Ветивер, не так уж и сильно он слышится, это ветивер, если честно. Но это аромат про грейпфрут все-таки в большей степени, чем про что-то другое. Что касается стойкости, 3 часа легко. И в принципе кидаете себе в машину или в сумочку флакон на 40 миллилитров. Возможно, есть и меньшими флаконами в этом, я этого не знаю, но это топ. Кидаете себе в сумочку и каждые 3 часа обновляете. И это он спасет вас и летом, и в начале осени. Или, возможно, вы будете где-нибудь на курорте, в каком-нибудь. Это топ. На поездку брать и все, и так далее. Шлейф. Первые 40 минут. Первые 40 минут есть шлейф. Первые 30 минут шлейф. И потом он как бы... Уменьшается, уменьшается, уменьшается. Через 3 часа, в принципе, практически полностью пропадает аромат. Шлейф полностью пропадает 4 часа-2. Я имею в виду шлейф, что через 2 часа вот только вот здесь уже будет слышно, скорее всего. В общем, вот такой аромат. Я думаю, это шикарный подарок любой женщине. Он недорогой, стоит 15 евро. В принципе, этот аромат может позволить себе и школьник, и... Так сказать, парень, который учится в университете. Или, возможно, вы не сильно хотите дарить подарок. Но надо немножечко потратиться. Но если бы было очень приятно, тогда... Как вариант, например, тоже. Просто взять, потратить 15 евро. И все будут счастливы. В общем, вот такой вот был обзор. Он короткий. Странный день у меня сегодня был. Надеюсь, что у вас день был менее странный. Всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой инстаграм. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok